Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Стою на кассе. На ленте были продукты. Казир уже начала их пробивать, когда незнакомка оторвалась от телефона. Купленная выгружала ее супруг. Мельком взглянула на упаковки и вот тут и началось. «Вы хотите сказать, что это не ваше и чужая тележка?» – переспросила кассир. «Конечно, не мое. Я брала колбасу за 800 рублей, а это 119. Вместо королевских креветок кусок какой-то слипшийся. Трюфели исчезли, а лежит помадка. Не мое это». «А где, кстати, мое?» – спросила дама, отчего ее высокая прическа чуть качнулась, а унизанные кольцами пальцы принялись стучать по тележке. Затем она перевела взгляд на своего спутника. Тот стоял с лицом, которое приняло свекольный оттенок и делал вид, что его происходящее не касается. «Только иди найди нашу тележку. Ты поди ничего не видя, схватил чужую, да привылок. Мне все эти дешевые товары по акции», – продолжала возмущаться женщина. Учери терпеливо ждала. «Голчонок, тележку не надо искать. Вот она наша тележка». Супруг, обладатель невысокого роста и сухощавого телосложения, втянул голову в плечи. «Как это?» «С чего это она наша? Я же помню, что я покупала. Ты совсем с ума сошел, что ли? Иди ищи, говорю». Упитанным боком жена подтолкнула мужа. Но тот продолжал стоять на месте. А случилось вот что. Идущая впереди меня женщина брала понравившиеся продукты с полок и клала в тележку. Муж, который ее вез, брал их оттуда, смотрел на ценники, укоризненно качая головой. После чего возвращал товар на прилавок и заменял его на тот, что дешевле или с желтым ценником. А жена внимания на то, что он делает за ее спиной, не обращала. Во-первых, она с упоением выбирала продукты, а во-вторых, активно писала что-то в телефоне. И вот они оказались на кассе. Естественно, для дамы появление не того товара стало сюрпризом. «Ты что застыл, как соляной столб? Ищи колбасу мою, сырокопченую. И трюфели там, креветки королевские». И... Начала снова супруга. «Голчоночек, ты только не ругайся, я заменил продукты. Ну какая разница, какую колбасу есть, за 800 или за 100? И конфетки-помадки подешевле, креветочки вот эти тоже. Пусть и маленькие, и слиплись, но цена-то ниже в два раза. Ты же сама сказала тогда, что жизнь дорогая, надо экономить», – пробубнил мужчина. «Ты что сделал?» «Ты, Ханурик, все это барахло мне наложил, собственными руками. Чтобы у меня кишки от всего этого завернулись, и ты поскорее вдовцом стал? Экономить?» «Да я про другое говорила. Я на себе и на еде экономить не собираюсь». «Да этой рыбе лет, наверное, как тебе, то есть 50, и сам ешь эту непотребную колбасу». И жена в сердцах взяла с ленты палку и запустила ее в мужа. Тут шустро успел увернуться, и колбаса прилетела в женщину, которая только подходила к очереди. Остальные от хохота почти лежали. В общем, закончилось все тем, что товар с ленты перекочевал в корзинку. Дама взяла тележку и снова пошла выбирать продукты. Только муж шел уже не позади, а впереди. И время от времени она бросала в его сторону злобные взгляды. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.